Я благодарна всем, кто организовал эту конференцию, всем тем, кто нам помогал. Мое сердце переполнено благодарностью к вам за все то, что вы сделали, ну и за все то, что для нас сделал Бог. Я верю, что Он сделал для нас очень-очень многое. Бог говорил о жизни женщин, и Его слова дадут свои плоды. Отец, мы благодарим Тебя за это утро. Благодарю Тебя за то, что Ты с нами, и мы можем поклониться Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты собрал нас всех вместе, и Ты с нами в этот момент. Отец, благодарим Тебя за сильное и живительное Слово Твое. Отец, я молюсь, чтобы это послание достигло своей цели. Отец, все то, что Ты один, делаешь для нас. Ты делаешь через Святого Духа. Пусть каждый слушающий нас сегодня увидит и прочувствует это. Отец, открой наши сердца Слово Твоему во имя Иисуса, во имя Того, перед Кем каждый преклонит колени Свои. И каждый язык вымолвит, что Иисус Всевышний. Мы молимся Тебе. И во имя Его молимся мы. Аминь. Моя сегодняшняя тема звучит так. Ничто не похоже на то, чем кажется на первый взгляд. На прошлой неделе, в понедельник, мы с Питером гуляли в лесу. Погода была прекрасна, светило солнце, было спокойно, вокруг природа. Мы свернули на тропинку и вдруг встретили своего знакомого. Там, где мы жили раньше, напротив нашего дома, жил сосед. И у него еще был брат-близнец. Они были как две капли воды, похожи друг на друга. Питер очень тепло и эмоционально поприветствовал нашего знакомого. И завязал с ним разговор. Я-то сразу поняла, что он не наш сосед. А Питер не понял. Я задумалась, как же мне дать понять Питеру, что этот человек не наш бывший сосед. Ведь не все то, чем кажется. К счастью, Питер довольно хорошо пообщался с ним. Но после их беседы мы пошли дальше, и я ему сказала. Это был брат-близнец нашего соседа. Он на него очень похож. Но все же это не он. Не все то, чем кажется. Я часто задумываюсь об этом. Нам с виду кажется, когда мы смотрим на других, что все хорошо. Но вот внутри случается очень многое. Внутри настоящее переживание. Что вы думаете про Фейсбук, Инстаграм, социальные сети? Мы смотрим туда эгоистично, любуя с собой и выставляя себя на показ. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. И вы смотрите на показную жизнь. Но она совсем не такая, какой кажется. Интересные знакомства, лучшие отпуска и идеальные фотографии. Но не все то, чем кажется. Можно подумать, что церковь переживает упадок во времена коронавируса. Что нас трясет? Но трудности обнажают места наших надежд. Место, где базируется основа нашей жизни. Когда придет буря или пойдет дождь, где ваши укрытия? Где ваши корни? Держитесь ли вы за ваш прекрасный дом? Или за нажитые вещи? За вашего мужа? За вашу семью? Где же ваши истинные корни? Иисус – это единственный ответ, за который мы можем удержаться. Один лишь Иисус знает ответ, и Он сам и есть этот ответ. Один лишь Иисус. И если все исчезнет, и земля уйдет у нас из-под ног, мы можем держаться только лишь за Иисуса. Все земное может выглядеть прекрасно, но это не то, чем кажется. Может, кто-то из нас находится в трудных обстоятельствах. И вы спрашиваете у Бога, «Господь, когда же все изменится?» Знайте же, что Господь понимает, что все не то, чем кажется. Я знаю, что говорят доктора, но это не то, чем кажется. Я знаю, что ты думаешь, но это не то, чем кажется. Я знаю, что ты чувствуешь, но это совсем не так на самом деле. Вчера я просматривала свои записи, и я наткнулась на написанные мной слова, подумав, так ли это на самом деле. Но вдруг прозвучали слова. «Все не то, чем кажется». Это Его слова. В Библии сказано, слово «мертво», но это дух, что вселяет в него жизнь. Мы читаем, и мы думаем, как же так? Что это значит? Но Дух Божий оживляет его и наделяет его силой. «Слово Божие – все не то, чем кажется наше спасение». Это хорошая новость, особенно когда мы смотрим на все происходящее вокруг. Бог надо всем этим. Он Всевышний. С самого начала ковида я всегда чувствовала, что это новое начало. У меня все время звучали в мыслях слова. «Все это – всего лишь новое начало». Бог говорит нам, не бойтесь, не тревожьтесь, не грустите, не все то, чем кажется. Это всего лишь новое начало. Я на этой неделе получила имейл. Человек рассказал мне свой сон. В своем сне я был в полном людьми торговом центре, и Бог был рядом со мной. Мы спокойно стояли и смотрели на людей, которые входили и заходили в разные магазины. Они приходили и уходили. Я спросил, «Бог, кто все эти люди?» И Он ответил, «Это церковь». Люди шли в салоны красоты, на маникюр, в магазины одежды, в парикмахерские. Все это неплохо. Я добавлю от себя, но я чувствовал грусть в сердце Всевышнего. Понял, что что-то шло не так. Я попытался выяснить, что же не так. Я пришел к тому, что это был комфорт, простота. Это была удобная церковь, которая создала образ жизни, легко воспринимающий все, совершенное Иисусом Христом. В этой церкви все слышали зов разбитого и просящего о помощи, потому что они все были заняты совершенно иным. Это послание тронуло меня до глубины души. Я чувствовала то же самое внутри себя. Мир в опасности. И Всевышний лишь хочет увидеть, как люди спасутся. Задача Всевышнего – принести людям спасение. Дорбрекерс – мы церковь, которая хочет нести свет и мир. В Библии сказано, встаньте, выйдите на свет, выйдите из вашей зоны комфорта, и зажжется ваш свет, и устремится благодать на вас. Тьма покроет землю, и темные облака накроют все народы. Мы наблюдаем тьму на земле и черноту в сердцах народов. Но нас с вами защитит Господь и пошлет вам благодать свою. Это новое начало. Не позволим же тому, что происходит вокруг нас, отвлечь нас от нашей цели. Сосредоточим же наши взоры на Всевышнем, на том, кто над всеми нами, который держит все в своих руках. Знаете, какую цель приготовил для нас наш Господь? Позволить сиять нашему свету. Пророческими словами о 2020-м годе были «Вставайте и снова действуйте! Если мы встанем, то мы засияем. Если мы встанем, то видна будет его благодать. Если мы встанем ради потерянного и разбитого мира, тогда и начнется новая жизнь. Мы пели на прошлой неделе. Я вижу, как ты снова это делаешь. И я верю, Отец, что ты снова это сделаешь. Это всего лишь новое начало. Я был рожден для того, чтобы дожить до этого. Мы для этого и были рождены. Благодарим тебя, Господь, что ты снова заявишь о своем присутствии в нас. Твое присутствие обновляет жизнь, меняет ее. Твое присутствие приносит спасение. Отпущение и исцеление. Будьте готовы! Будьте готовы! Дорбрекерс, быть новым, заточенным инструментом в руках Господа. Я подул на вас в прошлый раз, и я снова подую на вас. Снова! Спасибо тебе, Господи, за слова твои, дающие нам силу и смелость. Аминь. Я сегодня буду говорить с вами о книге «Исфирь». Я уже немного затрагивала ее в прошлый раз, а сегодня я продолжу. «Исфирь» родилась в дохристианскую эпоху. До рождения Христа, как мы привыкли говорить. «Исфирь» известна своими словами «Если мне суждено умереть, то мне так суждено». Что бы ни случилось, так тому и быть. Это моя жизнь. Эти слова, они бесценны. Она произнесла их не из-за страха или безнадежности, но от веры во Всевышнего, в Бога. Она жила непростой жизнью, воспитывалась в приемной семье. От родителей ее увезли в раннем детстве. Если мы посмотрим на жизнь Исфири, то мы увидим. Не все то, чем кажется. Она была настоящей красавицей. Но жизнь ее была очень трудна. Внутри ей приходилось немало переживать. Она жила в ссылке, без родителей, воспитывалась чужим человеком. Книга Исфирь рассказывает о короле Артаксерксе. Он организует большой пир, чтобы показать всем свою доброту и щедрость, но не все то, чем кажется на первый взгляд. Но, читая книгу Исфирь, мы понимаем, что история о том, насколько добр Бог к нам. На протяжении всей книги имя Бога ни разу не упоминается, но вся она наполнена благодатью Господа. Рука Господа чувствуется в этой книге. Нам только кажется, но Бог не дает знать о себе, что Он скрывается от нас, но Он присутствует там. Его воля исполняется. Мы видим, как Он действует. Артаксеркс был королем земель от Индии до Эфиопии. Его империя была огромна. В тот пир его жена, королева Остень, должна была танцевать, обнаженной для всех гостей. Она отказалась показаться в одной диадеме перед всеми мужчинами на праздники. Поэтому король решил выбрать себе другую жену. Бог же использовал драму в этих отношениях, чтобы открыть двери для Исфири. Король начинает искать себе новую жену. Мордахей – еврей. Он воспитывал Исфири, узнал про это и послал ее на смотрины невест короля. Ее поместили в горе вместе с другими четырехстами девушками. В конце концов, король выбирает ее своей королевой. Благодать Божия всегда была с нею, и поэтому она всегда получала милость от людей ее окружавших. Король полюбил ее больше всех других женщин. Она получала больше милости и благодати. Знаете, если в вашей жизни есть Бог, все совсем по-другому. Тогда в вашей жизни есть милость и благодать. Мордахей каждый день приходит и проверяет, как дела у Исфири. Мы с вами говорим об Исфири, о ее жизни, но знаете, если бы не было Мордахея, то у нее не было бы и шанса. Мордахей был ее дальним родственником, который удочерил Исфирь. Он мог повлиять на нее, на следующее поколение. Мордахей воспитывал Исфирь и научил ее получать благосклонность короля. Он заставлял ее вставать и быть сильной. Нам порой тоже нужны Мордахеи в нашей жизни. Люди, которые поддерживают нас, которые вселяют в нас силу и надежду. Будьте как Мордахей для других людей. Исфирь в сущности была тогда всего лишь подростком. Только спустя четыре года она смогла стать королевой. Каждому обетованию предшествует процесс. Только после его завершения оно исполняется. Исфирь не знала, что ДНК Всевышнего было в ней. До того дня, как ее выбрали королевой. Может быть, вы думаете, что у вас нет призвания? Что же я могу сделать? Как я могу помочь? Бог же видит очень многое в вас. Он видит призвание. Он видит назначение. Он сам вложил в вас потенциал. У него для вас припасены неисчерпаемые возможности. Слава и сила Господня настолько велика в нас, в наших жизнях. Это удивительно. Встаньте и действуйте. Вместе с этой силой и славой вы сможете строить. Исфирь готовилась к жизни в смирении. Она готовилась к жизни в служении. Она желала служить там, где она была нужна. Она не позволяла своему высокому положению заглушить сострадание к другим людям. Даже став королевой, она понимала, кем она была, откуда она родом, к какому народу она принадлежала, свою семью. Исфирь знала, кто она такая, и знала свое место. У нее было сильное оружие, молитва и пост. Она сказала, давайте же мы все, евреи, будем поститься и молиться три дня. Она чувствовала необходимость в посте и молитве. И это дало ей смелость, силу и надежду. Она уделила время, чтобы прийти к Богу и поговорить с Ним в одиночестве. Молитва – очень сильное оружие. Если у нас такая тема, я говорю со Всевышним. Я говорю, говорю с нашим Богом. Знаете, когда мы говорим слова Господа, это очень сильное средство. Оно бесценно. Мы получили его от Бога. Подготовка для короля заняла целый год. Шесть месяцев ее умасливали разными маслами и разными парфюмами. Подготовка всегда оправдана. Исфирь окунулась в нее, в масла и парфюм. Исфирь готовилась к своему призванию. Она молилась. Она просила помощи. Говорила, что одна она не справится. Она созвала всех евреев в городе Сузан на молитву. Исфирь знала, что она не справится с этим одна. Ей была нужна поддержка команды. Все вместе, служа Господу, мы можем победить любое зло в этом мире. Разливайте ли вы кофе, управляйте камерами, светом, или же прибирайте номера в гостинице. Помогайте нам, суперкидс. Неважно. Спасибо вам за любую помощь. Вы вносите свой вклад в этот мир. Вы не даром это делаете. Не забывайте об этом. Что бы мы ни делали, помните, мы с вами делаем наш мир лучше. Мы спасаем людей, облегчаем их жизнь, помогаем им во всем. Это и есть наша цель. Эсфирь говорит. Я не могу сделать это одна, без тебя. Чтобы спастись, нужно всем вместе подставить друг другу плечо. Народ же был растерян. Мир уходил у них из-под ног. Их надежда погасла. Будущее померкло. Но мы можем все изменить. Мы с вами. Эсфирь была готова рискнуть. Она слушалась Господа и помнила уроки свои. Мы живем с вами здесь и сейчас. Люди в наше ковидное время впадают в депрессию, теряют надежду. Нам же нужно понять, что это шанс изменить мир. Мы можем помочь. Нам есть, что сказать людям, если бы мы все пошли и помогали людям жить, возвращали им надежду, подбадривали их и показывали им нашего Иисуса. Его милосердие, любовь, благодать и радость. Он изменит все. Мое сердце так бьется ради Него. Мы готовы для новой жизни. Мы помазаны для нее. Бог всех нас спасет. В этой истории есть такой дьявольский человечек. Аман. Он ненавидел евреев. У Него в жизни не было радости. Он хотел всего лишь для себя. Люди должны были преклоняться перед Ним. Знаете, всегда в историях есть враг. У Эсфири была благосклонность короля. Но и враг не спал. Бог же над всеми нами. Он видит все и контролирует все. Он знает, что у вас внутри и вознаградит вас за вашу внутреннюю целостность. Так и случилось с Эсфирью. Мартахей был единственным, кто не преклонил колени, и это сильно разозлило Амана. Он пишет письмо королю, в котором просит издать указ убить всех евреев. И посылает вместе с письмом серебро. Есть такие люди, которые тратят ваше время и пытаются заплатить за свершение собственных планов. Мы называем это подкупом. Король же, не зная, подписывает указ, разрешающий смерть его жены. Имя Эсфирь с еврейского переводится «тайна». До этого момента ей удалось держать в тайне свое еврейское происхождение. Но те, кто мы есть и что внутри нас, может долго оставаться скрытым, до тех пор, пока Бог вам не скажет. «Действуй!» И вот тогда его слова, его слава не сможет больше оставаться незамеченной. Нам очень важно говорить. Говорить о нем. Мне недавно прочитали стихотворение обо мне. Я встретила человека, и он сочинил про меня одно небольшое стихотворение. Слова летят, а я и не знал, что такое возможно. Связаны они лежали старой стопкой книг на чердаке, пылясь под толстым слоем пыли. Но я открыл окно. Мы с вами даже не представляем, какой силой могут обладать наши слова. Они лежат и пылятся на чердаке. Но если вы откроете окна, впустите слово Божие, то вы увидите, как все изменится. Итак, вставайте. Вставайте. Ваши слова могут изменить жизни людей. Вставайте и действуйте. Мордахей горюет. Он в растерянности из-за нового закона. Он рвет на себе одежды. Он плачет обо всех людях, а не только о себе и об эсфире. Он молится о своем народе. Он хотел защитить свой народ. Что вы делаете для других? Открываете ли вы свое сердце для тех, кто вокруг вас? Мечта Бога – помогать другим. Эсфирь услышала, что Мордахей пришел к воротам и что он плачет. Люди не знали, почему он плачет. Почему же ты плачешь? И он отвечал, наш народ будет убит. Разве ты не помнишь, кто ты такая? Ты не сможешь изменить свою ДНК. Иди королю, говорит Мордахей Эсфири. Да, но я не могу просто так пойти. Он же убьет меня. Уже прошло 30 дней, как я видела его. И если он не протянет ко мне свой золотой скипетр, то это будет стоить мне жизни. Мордахей отвечает. И сказал Мордахей в ответ Эсфири. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев, если ты промолчишь в это время. Свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и до отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Если ты промолчишь Эсфирь, если ты не поднимешься Эсфирь, не думай, что ты избежишь своей участи. Ты призвана, чтобы изменить эту ситуацию. Ты призвана в царстве его. Ты нужна Богу. И также для нас. Мы нужны Богу. Не думайте только о себе. Большинство тех, кого избрал Господь, не из богатых семей. Моисея усыновили. Его положила мать в корзинку. Помните? И он стал сыном египетской принцессы. Он вырос в царской семье. Эсфирь тоже удочерили. И она стала королевой. Что бы вы не переживали в вашей жизни боль и проблемы, Бог в конце концов помещает вас в свою царскую семью. Так же, как и Эсфирь и Моисея. Но вы – род избранный. Знаете, никого не исключили. Мы все избранные. Царственное священство. Народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Так сказано в Евангелии. Поэтому нам нужна мечта Господа. Он оживляет то, что умерло или находилось в глубоком сне. Он дает нам силу и смелость быть теми, какими нас хочет видеть Бог. Она дает нам силу победить врага. Враг есть, наверняка. Но мы победили благодаря крови Агнца. Его мечта дает нам надежду в трудные минуты. Его мечта снова и снова зажигает наши души, чтобы мы вставали и действовали. Божественная мечта наполняет вашу жизнь смыслом и говорит вам о вашем призвании. «Божественная мечта обеспечивает вас всем, через вас и посредством вас. Что же вы будете делать с вашей мечтой?» Эсфирь ответила. «Я пойду. И если я умру, то я умру». Посмотрите, как она полностью уверяет себя к Всевышнему. Эсфирь слушает себя и обращается к молитве. В тот самый момент, когда она отказывается от своих чувств и обращается к молитве, Бог приходит в ее жизнь. Иисус, прошедший свой тернистый путь за нас с вами, чувствовал то же самое. «Это не моя воля, но твоя, Всевышний. И Он покорился Ему для нас. Он пример для нас. Он принес нам всем спасение». На третий день Эсфирь оделась по-царски, и стала она во внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер царь к Эсфири золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, «Что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Какой же щедрый король! Эсфирь стояла с ним рядом, в королевской мантии. Мы же с вами получили ризы спасения от Бога. сшитые специально для нас. Мы придем к нему в этих мантиях, как говорится в Исаии, «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Эсфирь уверенно стояла пред королем. Бог дал ей все, что ей было нужно. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Король протянул к ней свой золотой скипетр. «Чего же ты хочешь?» Я верю, что Бог спросит вас сегодня. «В чем вы нуждаетесь? Просите меня, и я исполню все желания вашего сердца». В псалмах говорится, «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Знаете, первые стихи псалмов те, что я учила наизусть, будучи маленьким ребенком. «Открой рот свой, и проси у меня дерзновенно, все, чего тебе не достает, и вот дам я. Просите, и будет дано вам в изобилии. Что вам нужно? В чем вы нуждаетесь?» Бог говорит, «Попросите меня». Амана приглашают на ужин королю. Он рад, что ему оказали большую честь. Он входит в палаты и видит, что Мордохей не кланяется ему. Он просит совета у своих приближенных и говорит, «Схватите его и повесьте». Король в ту ночь не мог уснуть. Он читал книгу, в которой рассказывалось, как Мордохей спас королю жизнь, и он понял, что этому человеку выпала большая честь. Господь хотел благословить Мордохея. Представьте, что враг украл у вас что-то. Все к лучшему. И Господь восстановит справедливость. Он все видит. Все не то, чем кажется на первый взгляд. Амана вызывают к королю. Король спрашивает его, «Что бы ты сделал для того человека, которому ты хочешь оказать большую честь? Кого-то очень дорогого для вас?» Аман думал, что король говорит о нем, но не все то, чем кажется. Помните, Аман сказал, «Посади его на коня, наряди в мантию, надень ему корону на голову, и пусть он проедет так по городу, пусть все люди увидят его, и скажи, вот человек, сделавший так много для короля». И король сказал, «Да, велю тебе организовать все это для Мордохея». «Вот как распорядилась жизнь», скажу я вам. «Подумайте только, как он удивился!» Бог видит и слышит ваших врагов, и он работает для вас. Он сделает так, что правда восторжествует. Мордохея благословляют, но проблема все еще не решена. И она снова приходит к королю. Он спрашивает ее, «Что тебе тревожит, Исфирь?» Она отвечает ему, «Ты зовешь меня Исфирь, но имя мое – Хадаса. Я еврейка. А тот человек у ворот Мордохей, он мне как отец родной. Мои родители умерли, и он удочерил меня. А ты подписал указ убить всех евреев. Кто же предложил мне поступить так?» Аман тоже сидел за столом. И Исфирь показала на него, «Вот этот человек!» Король ответил, «Ты построил виселицу для Мордохея? Все не то, чем кажется, помните? Так вот, это виселица для тебя. Бог перевернул всю ситуацию с ног на голову. Бог освобождает Мордохея и весь еврейский народ. Мордохей получает место при королевском дворе, на которое мете ломан. Бог работает для вас. У него есть великолепный план. Он видит ценность вашей жизни. Он видит цель. Он видит то, что вы делаете, даже если никто этого не замечает. У него есть награда для вас. Он вас не забыл. Он хочет помочь вам. Он хочет, чтобы вы увидели свою силу именно в этот момент. Я почти закончила. Иисус мертв. И все выглядело так, будто это великая потеря. Но ничто не похоже на то, чем кажется. Казалось, что распятие стало концом всего, но Он воскрес. Он жив, и Он ждет Свою невесту. Представьте, что вы стоите перед Всевышним. Он на троне, и Он так рад, что вы пришли к Нему. Может быть, вы чувствуете себя неуверенным и ненужным, но Бог говорит вам, «Я люблю вас. Просите Меня, и Я дам вам все, что вы хотите. Вы дети Мои, у вас есть призвание. Может быть, вы забыли обо Мне, но я вас никогда не забуду. Я вижу в вас очень многое. Я ценю каждого из вас. Отец, все мечты, все молитвы наши обращены к тебе. Я уверенно и смело заявляю о каждой моей мечте. Отец, спасибо, что мы всегда можем обратиться к тебе. Мы почитаем тебя. Мы поклоняемся тебе во все времена. Аминь.